Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы на финансовых рынках и, как и всегда, говорим об основных фундаментальных событиях, которые оказывают самое значительное влияние на те торговые идеи, которые с некоторых пор представляют для нас интерес. Сегодня, как все прекрасно знают, день благодарения в США. Соответственно, мы уже заранее готовы к низколиквидному рынку. С одной стороны, это априори причина, по которой движения на площадках не будет. Но с другой стороны, хочу обратить ваше внимание, что в условиях низколиквидности даже какого-то малейшего новостного фона зачастую бывает достаточно, чтобы раскачать рынки настолько, чтобы мы увидели показатели волатильности даже выше средних. Обычно вот нечто подобное наблюдается буквально в новогодние праздники. Я понимаю, что сегодня не тот формат, но уже неоднократно мы видели подтверждение того, что в подобных условиях могут развиться очень даже неплохие трендовые динамики. Ну, давайте смотреть за тем, что происходит в моменте. Бренд у нас 6279. Я думаю, что в целом пока что мы сохраняем спокойствие, мы держим длинные позиции, как это было и раньше, друзья. Потому что пока что все сходится в пользу того, чтобы мы отыграли сначала первую цель 65 долларов за баррель, а потом уже попробовали добраться до 70 долларов за баррель. Напомню, что мы ждем заседания ОПЕК, мы ждем продления действия соглашения по снижению добычи. Мы ждем за тем, насколько страны попробуют дополнительно согласовать индивидуальные квоты по сокращению. Это непременно должно подстегнуть интерес к нефтянке, даже если решение о снижении индивидуальных квот не будет принято. Но как только мы поймем, что этот вопрос стоит на повестке обсуждения по инициативе, безусловно, Саудовской Аравии, как вы помните, это регион и страна, которая очень заинтересована сейчас именно в росте цен на нефть в преддверии IPO Saudi Aramco. Если этот пункт будет помещен на повестку для рынка в формате ожиданий того, согласятся ли на дополнительное сокращение или нет, этого будет достаточно, чтобы котировки получили дополнительную поддержку и показали еще больше рост. Вчера мы ориентировались на данные по запасам, рассчитывали, что в соответствии с прогнозами экспертов запасы могут снизиться. Если бы это произошло, друзья, непременно бы котировки улетели выше 63 долларов за баррель. Однако запасы нас, скажем так, подвели, потому что они увеличились. Соответственно, в моменте это привело к распродажам углеводородов. Но сам факт того, что мы настраиваемся на венское заседание ОПЕК, все прекрасно понимают, что именно это такой путеводный огонь для рынка нефти. Распродажи быстро сошли на нет, инициатива вернулась покупателям, и фактически мы вернулись к тем уровням, которые наблюдали день назад. Держим, друзья, длинные позиции и, опять же, ориентируемся на те цели, которые я обозначил. Евро против доллара, многократный тест поддержки 1.10, но пока не закрепились ниже. Очень тяжело дается этот уровень. Я понимаю, что в последние недели евро вообще ведет себя довольно вяло, да и это, честно говоря, на обычной динамике для главного валютного риска должно произойти что-то очень интересное, чтобы движения стали более серьезными. Но мы видим пресс, который оказывает на главный валютный риск, мы видим то, что евро не имеет серьезной базы для роста, евро будет только лишь снижаться. В данном случае можно отбросить все за и против, а просто фокусироваться на монетарной политике Европейского Центрального Банка. Как вы помните, в ходе своего пятничного выступления Кристин Лагард допустила возможность определенных корректив в текущем векторе денежно-кредитной политики. То есть политика будет меняться, деталей мы не получили, но заседание ИЦБ уже совсем скоро, и вот тогда послушаем, какие изменения могут произойти с этим курсом. Но я думаю, что если что-то изменит, то в сторону еще большего смягчения. Поэтому да, кто-то может быть устал от отсутствия интересной динамики по евро, друзья, но я призывал евро продавать довольно давно, поэтому нужно держать эту позицию в арсенале, потому что уровни будут гораздо ниже. Завтра данные по инфляции, попробуем найти подсказку для распродаж и поддержку в слабых данных по индексу потребительских цен. Фунт против доллара 1,2933, фунт откатил, при этом я хочу обратить ваше внимание, что по последним данным общественного опроса у консерваторов количество, скажем, поддержка консерваторов со стороны респондентов, она не растет. Она даже понемногу снижается, сейчас 41% в пользу партии власти на декабрьских выборах будет голосовать. У либористов, в принципе, тоже особо голоса не растут, но такая расстановка сил указывает на то, что консерваторы могут и не получить вот этого желаемого парламентского большинства, чтобы впоследствии согласовать сделку с Европейским Союзом. До 12 декабря, друзья, настроение очень сильное и многократно еще изменится. Выше отметки 1,30 мы точно сейчас не пройдем, я думаю, что попробуем протестировать уровни пониже, уровня 1,28. Доллар иена 109,43, как вы понимаете, если эта пара растет, то, соответственно, скорее всего, если рост значительный, нужно искать поддержку для этого роста в новостном фоне касательно торговых переговоров США и Китая. И вчера я касался этой темы, действительно, есть сейчас позитив. Китай сообщил о том, что прошедшие телефонные переговоры с переговорщиками из США были довольно конструктивными. Много вопросов удалось урегулировать спорных, согласовать. Также договорились о том, что диалог нужно продолжить, чтобы в конце концов добиться подписания хотя бы промежуточной сделки. Она сейчас очень нужна. Нужно это соглашение, в формате которого штаты дадут гарантию того, что 15 декабря не повысит пошлины на китайский импорт, а в свою очередь Китай будет гарантировать, что увеличит закупки сельхозпродукции. Но хочу также обратить ваше внимание, что буквально накануне Трамп подписал законопроект, который ранее был принят Сенатом в пользу поддержки протестующих в Гонконге. Друзья, этот законопроект и в принципе уже закон является самым настоящим и наглым циничным вмешательством США во внутренние дела Гонконга. Мы помним, какую острую негативную реакцию возымел законопроект со стороны Китая. Я думаю, что решение Трампа дать этому проекту статус закона может спровоцировать еще больше негатив. Поэтому я очень-то сомневаюсь в том, что дальнейшие переговоры будут проходить довольно конструктивно. И не забывайте, друзья, что даже если удастся договориться касательно первой фазы, американо-китайские отношения, они особо-то и не уложатся. Я думаю, что осознание этого в конце концов приведет снова к спросу на иену. Хотелось бы до конца этого года, но в любом случае будем тогда искать негатив уже в следующем году. Доллар канадец 1.3288, забастовка частично прекращена, в частности, Канаде National Railway, железная дорога, которая отвечала за большую часть вот этих 30% экспорта страны. Сейчас снова в боевом режиме, скажем так, работает. Забастовка длилась 8 дней, она прекращена. Благодаря этому вчера мы увидели лоу по паре доллар канадец 1.3258. Однако сейчас снова канадцы продают, и котировки фактически ближе к уровню 1.33. Завтра момент X, друзья. Завтра данные по ОВП, которые, скорее всего, разочаруют и дадут импульс для роста пары выше отметки 1.33. Ну, на этом, собственно, все. Хочу лишь напомнить вам, друзья, то, что завтра черная пятница. Мы, скажем, не отстаем от тех трендов, которые сейчас присутствуют и в том числе в индустрии финансовых рынков. У вас сейчас есть уникальная возможность получить повышенный бонус, самые лучшие условия по кэшбэку. Если вас интересуют эти предложения, если вы понимаете, насколько важно любой ценой и любыми средствами увеличить покупательскую способность ваших депозитов, вам достаточно обратиться к вашим персональным менеджерам, вам, безусловно, помогут и расскажут, как и что нужно сделать. Ну, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...